МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стало больше на 20 тысяч человек. И сейчас таковых насчитывается 53 тысячи. Бюджет новосибирские самозанятые заплатят 185 миллионов рублей налогов. Напомню, они платят взносы по льготной ставке в 4% при расчетах с физлицами и 6% при расчетах с индивидуальными предпринимателями и организациями. Сколько денег на эскроу в счетах сибирских строителей? Какие регионы лидируют по объемам новых объектов жилищного строительства? И как изменилась стоимость продуктового набора в регионе? Смотрите далее. В Сибири количество построенных с помощью эскроу финансирования квартир перешагнуло за 10 тысяч. Больше половины всего объема, это 5700 квартир, приходится на Новосибирскую область. Об этом сообщает Сибирское главное управление Банка России. Также по данным регулятора в регионах СФО действует около 37 тысяч эскроу счетов. На них хранится 99 миллиардов рублей. В том числе 44 миллиарда – это стоимость квартир, купленных в многоэтажках Новосибирской области. А в целом в округе, по данным на 1 июня, действует 355 кредитов для застройщиков с общим кредитным лимитом 234 миллиарда рублей. Напомню, строить по старым правилам, то есть напрямую привлекать средства дольщиков, можно было, если на 1 июля 2019 года дум был готов на треть, а проданы были не менее 10% квартир. Минуя скроу счета, в СФО строят больше тысячи многоэтажек. И в продолжение темы строительства российские девелоперы установили рекорд по выводу жилья на рынок. Это следует из данных Дом РФ. В июне они начали строительство 5 миллионов 300 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Это в три раза больше, чем в июне прошлого года. Эксперты считают, что стимулом тому послужили льготные ипотечные программы для граждан, льготные кредиты для застройщиков, а также ряд других мер. Лидером по объемам запуска нового жилья стала Москва. На втором месте Московская область, на третьем Краснодарский край. Всего же с августа прошлого года в стране запущены 36 миллионов квадратов жилья. Это на 75% больше, чем за сопоставимый период двух предыдущих лет. К другим темам в Новосибирской области на 20% подорожал минимальный набор продуктов питания. Как следует из материалов Новосибирск-Стата, только в июне цена на минимальную продуктовую корзину выросла на 5,6%. Чуть больше четверти от всей стоимости приходится на плоды и овощи. 25% на крупные макаронные изделия. Около 18% в общей стоимости минимального продуктового набора – это молочная продукция. Около 15% мясо и мясопродукты. Отмечу сейчас в Сибирском федеральном округе самый дорогой минимальный набор продуктов в Красноярском крае. Почти 6 тысяч рублей, а самый дешевый в Омской области – немногим меньше 5 тысяч. Тем временем подсолнечное масло в России начало дешеветь. К таким выводам пришли аналитики центра Сывыкон. Это позитивная новость, поскольку в прошлом году цены на сырье подсолнечник резко выросли. А в марте этого года и вовсе отмечали максимум за последние 200 лет. Причинами падения цены стали прогнозы урожая этого года. Сбор подсолнечника может достичь рекордных 16 миллионов тонн. Это уже отразилось на мировых ценах на готовую продукцию. Если недавно тонна подсолнечного масла стоила 1700 долларов, то сейчас на 600 долларов меньше. Кроме того, на падение цен повлияло и экспортной пошли, на которую ввело российское правительство с 1 июля. Российские социалисты будут лоббировать идею базового дохода для граждан. Об этом рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он напомнил, что суть такого подхода в ежемесячные выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей. У законопроекта есть противники, считающие, что на это нет средств, а такие пособия породят иждивенцев. Сегодня в фонде национального благосостояния заморожены 13,5 трлн рублей. На первом этапе реализации справедливого базового дохода нужно 7,5 трлн. Мы предлагаем деньги от сверхдоходов от продажи углеводородов, которые сейчас все идут в ФНБ, делить, заявил Миронов. Он также огласил пропорции. 10% отчислять в фонд, а остальное на обеспечение базового дохода. При этом лидер социалистов ссылается на научное обоснование, согласно которому деньги вернутся в бюджет в виде налогов. Кроме того, еще одним резервом для обеспечения данной инициативы является возможность прекращения возврата НДС циевым компаниям. Это еще 1,5 трлн рублей. На этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. До встречи на канале ОТС.